Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, дамы и господа, всем привет! Тут у нас такая новость. ZTE Nubia Z11 вошел в рейтинг самых быстрых спортфонов по версии Antutu. Компания Antutu, являющаяся разработчиком одноименного бенчмарка для мобильных устройств, опубликовала список из 10 самых мощных смартфонов на июль этого года. По сравнению с июнем, изменения в рейтинге всего одно. На четвертом месте появился безрамочный Nubia Z11 с четырехъядерным процессором Snapdragon 820 и 6 гигабайтами оперативной памяти. И нифига себе 6 гигабайт в топовой конфигурации. Аппарат вытеснил из рейтинга ZUVZ2, который ранее располагался на десятом месте. Лидерство до сих пор удерживает OnePlus 3. Набирающий бенчменке свыше 140 тысяч баллов. Далее следует Vivo X Play 5 Elite и Le Echo Le Max 2, разница между которыми составляет всего 700 баллов. Так, сейчас мы защитим, тут посмотрим у нас. Первое место 140 тысяч, Vivo X Play 138 тысяч, Max 2-ое 138 тысяч, Nubia Z11 137 тысяч, ZUVZ2 Pro 136, потом тут по-китайски написано, ничего не понятно, Galaxy 7 Edge, нифига себе, 134 тысячи, iPhone 6S 133, Exxon, это Huawei, я так понимаю, Exxon 7, 132 тысячи, iPhone SE 131, Короче, Nubia уделала всех почти. Почти-почти. Итак, на сегодняшний день в рейтинге 10 самых производительных смартфонов в мире, 7 из них произведены китайскими компаниями, также постепенно увеличивается частот девайса с 6 гигабайтами оперативной памяти, но уже вскоре Le Echo может обойти всех и представить Le 2S с рекордными 8 гигабайтами от ZU. В августе стоит ожидать появления в рейтинге от Antutu новых Samsung Galaxy Note 7 и Moto Z, а осенью оставить конкуренцию китайским смартфонам, составить китайским смартфонам iPhone и Nexus. Короче, ну, Note 7 мы уже знаем, какая у него производительность, потому что он уже вышел, вот, и производительность у него, конечно, там 145 тысяч. Конечно, он, походу, на первом месте сейчас. Ну, вроде бы, насколько я знаю. Так что вот такие вот дела, ребятки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok